В Казахстане продлевают карантин. Жёсткие ограничительные меры будут действовать на территории страны до 2 августа. О том, как правительство собирается восстанавливать доверие, озвучил премьер-министр Аскар Мамин. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, со слов главы правительства, стабилизируется. Однако для закрепления результата необходимо дополнительное время. «Катан карантинных шефтил, ведёт вторая неделя строгих ограничительных карантинных мер. Рост заболеваемости стабилизируется. Мы принимаем решение о продлении ограничительных мер республики ещё на две недели, с 20 июля по 2 августа». В июле вновь начнут принимать заявки на выплату 42 500 тенге. Её получат граждане, находящиеся в отпусках без содержания или потерявшие доход после введения ограничительных мер. Кроме того, по словам Мамина, отдельным категориям населения, а это более миллиона человек, помогут деньгами на продукты питания. Людям с ограниченными возможностями автоматически продлят сроки инвалидности на три месяца. «Выплаты по потере дохода в размере минимальной зарплаты 42 500 тенге за один месяц. Выплата будет осуществляться на основании заявок работодателей, индивидуальных предпринимателей самозанятых, чья деятельность была ограничена усилением карантинных мер». На волнующий мам и пап вопрос о том, как будут учиться школьники и студенты в новом учебном году, ответил министр образования. По словам Айма Гамбетова, студенты смогут увидеть своих одногруппников не раньше второго семестра. Школьники продолжат дистанционное обучение. Учёба онлайн продолжится всю первую четверть. «Учитывая, что есть опасность для заболевания как детей, так и родителей и наших коллег-педагогов, принято решение о том, что начиная с 1 сентября текущего года первую четверть мы проведём в дистанционном формате». По словам министра, дистанционка не коснётся сельских школ с малым количеством учеников. Онлайн-обучение предусматривает занятия по учебникам. Вопрос с обеспечением школьной литературы решается. «Мы провели работу по заключению договоров по доставке учебников и по печати учебников. Несмотря на то, что будет дистанционное обучение, у каждого ребёнка должен быть бумажный вариант учебника. И мы этот вопрос обеспечим. Начиная с августа будем организовать этот процесс». Выступил на заседании и руководитель здравоохранения. Алексей Цой ответил на полнующий вопрос ажиотажа на лекарства. По словам главы Минздрава, в казахстанские аптеки поступят медикаменты из России и Индии. «Для насыщения розничных аптек лекарствами организованы два авиарейса из Российской Федерации и один рейс из Индии для транспортировки лекарств. С учётом отечного производства на сегодня доставлено 3,5 миллиона упаковок лекарственных средств на общую сумму более 2 миллиардов тенге. В регионы направлен месячный запас жаропонижающих антибактериальных препаратов». Дефицита кадров не будет. 2084 выпускника Медвуза в страны и волонтёры вступят в борьбу с опасным вирусом. «Сегодня в работу по борьбе с COVID-19 задействованы более 46 тысяч специалистов. В регионах нехватка эпидемиологов, инфекционистов, анестезиологов, ремотологов, пульмонологов. Министерством распределены наиболее востребованные в рамках противодействия КВИ выпускники, анестезиологов 88 специалистов, инфекционистов 26, пульмонологов 7. Также для решения вопроса дефицита кадров Министерством предпринимаются меры. Медицинскими вузами Республики привлечены 2084 специалисты и волонтёры, которые задействованы в противоэпидемических мероприятиях. Также в работу привлечены студенты». Намерены увеличить в стране количество стационаров. Закупят 4000 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. В Шемкенте, по словам министра здравоохранения, 136 реанимационных мест и 115 ИВЛ-аппаратов. При худшем сценарии их потребуется в разы больше. Прогноз Национального центра общественного здравоохранения не исключает и такого развития событий. «В инфекционных провизорных стационарах имеется в наличии 966 единиц стационарных аппаратов ИВЛ при имеющих 1553 реанимационные койки. Вместе с тем, с учётом прогноза Национального центра общественного здравоохранения по развитию заболеваемости COVID-19, в целом по республике потребуется наличие порядка 6365 реанимационных койк, для оснащения которых дополнительно необходимо будет закупить 4093 стационарных аппарата ИВЛ, что обеспечит готовность объектов здравоохранения с запасом даже к худшему сценарию». Дорогостоящие аппараты планируют закупить за счёт перераспределения средств взаима Всемирного банка и из резервов местных бюджетов. Кроме того, уже в августе, по словам ЦОЯ, в стране выпустят первую партию аппаратов ИВЛ отечественного производства. Анастасия Новикова, Сергей Константинов, информационная служба телекомпании «Отрар».